Я постоянно тренировался, потому что это в какой-то степени меня снимает депрессию. Я постоянно тренируюсь, мне нравится. Когда у меня не бывает тренировок, у меня, как говорится, депрессия хапает. Я всю жизнь тренируюсь, и чтобы у меня была хорошая энергетика, чтобы у меня было настроение, я всегда должен тренироваться. Отец у меня такой же был, он всегда тренировался. Его друзья даже, они всегда говорят, куда бы мы ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Он в первую очередь делал себе место поспать, в вторую очередь он всегда искал зал, где можно потренироваться. Я думаю, что у меня это от него, для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлюсь в своем развитии, это может плохо закончиться, в первую очередь только для меня. Отец был директором совхоза, у него высшее образование, бухучет, он заканчивал кооперативный университет в Полтавске. Закончил на отлично, так скажем, на красный диплом. С мозгами он, конечно, очень хорошо дружил, хотя многие его ассоциировали, больше считали как тренером, но я его считаю больше, чем тренер. Он начал спирать в зале, в общем, потом он у себя дома открыл зал, где я родился и начал ходить. У нас дома зал, туда ходили сельские ребята, тренировались. Потом 13 лет, 12-13 лет мы переехали в Махачкалу. Ну, по-любому возвращаемся сюда, на родное место, в Кировоу. Все сигналы. Вчера как раз с дядей общался, он говорил, как я, говорит, как я помню, к спорту, вот у меня, говорит, в молодом возрасте привел, говорит, Абдулманап. Он, говорит, после армии приехал, начал пробежки делать, начал тренировать, нас, говорит, забрал, группу сделал и начал, говорит, тренировки проводить. И в дальнейшем уже, говорит, я, говорит, помню, я, говорит, сам начал, вот, соседних ребятишек, говорит, забрал, их приручил. И вот так, говорит, прошло, говорит, вот эта волна спорта в селе, и Абдулманап, говорит, привел это в селе. Хотел бы вас всех познакомить с моей бабушкой, ее зовут Патимат, и она знает все, почти практически, как вообще все начиналось. Здесь занимались спортом дети с ним, это в зале было, он сделал здесь, продал там скот, что у него было, здесь ремонтировал, зал ремонтировал, и собрал туда спортсмена, здесь учил он их, и потом отсюда он уехал в Махачкалу. Хороший, порядочный мальчик был, он здесь работал директором совхоза, все его уважали, все его любили, всем он, что нужно, делал, помогал, кому надо было, еще что сказать. Она мне один раз говорит, я сюда пришел, она говорит, ты, затягиваешь, я, нервничаю, ты, затягиваешь. Вот как заходит этот Хабиб, вот этот их сын, он, говорит, заходит, раз, два, три, ломает, бросает, вот так тоже делаю, не жди, пока тебя ударят. Я, нервничаю из-за тебя. Да, что накрываю, когда приедет, радостно, конечно, чем его побьют, пускай он побьет. Вся наше селение там тренируется, очень много детей, даже не хватает мест, на каждое место по 3-4 человека, там, так скажем, отбор идет. И тренеру очень тяжело, мы сейчас хотим еще один зал сделать в селении, потому что молодежь больше и больше стала, и тренироваться там в зале там больше 70 человек не помешается, а желающих там человек 200-300, как минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офинциал у многих может быть, но, как правило, показывают статистики, когда там человек 70, из них там 5-6 человек выходит, там, может, 10, кто добились там более-менее каких-то результатов. В первую очередь желание, желание, дисциплина должно быть, я думаю, больше, чем даже дисциплина, сначала желание должен, человек должен хотеть, а после того, как у него появится желание, он должен уже распределять свое время правильно и идти к этому. Сейчас, конечно, у нас полный зал, у нас два тренера в селе уже есть, и в одном зале, по-моему, человек 50-60, в другом человек 20-25, и вот так два тренера работают, два тренера работают, есть другая секция, секция футбола у нас есть, есть секция тайского бокса. Ну, кому что нравится, любой то, что по душе может выбрать. Взрослые рассказывали, они вот так говорят, откуда нам, мы во сне такие условия не видели, которые у вас есть, мы, где, брали солому, на солому бросали вот брезент, и там, где, делали отработку, мы, где, так тренировались, у вас, где, сейчас уже есть все условия, и вы, где, должны там тренироваться, усердствовать. Когда я, так скажем, мечтал стать чемпионом, на тот момент не было вот этих соцсетей, инстаграма и так далее. Я даже помню, в 2014 году на открытом чемпионате Дагестана приехал Федор Емельяненко, только выиграл прайд и приехал участвовать. Тогда в тяжах хорошие призы давали, там, машину, там, деньги. Они с братом приехали, ну, я-то их знал, но масса так, народ их особо не знал. И я на тот момент не понимал, что через, там, 16 лет я могу стать чемпионом, там, и что будет так тяжело, да, так скажем. Но я думаю, что никто так не знал, потому что не было этих соцсетей, видео, ютуб, инстаграм, из-за чего люди становятся популярными. В какой-то момент мне сказали, ты знаешь, что у тебя столько подпишек, и ты можешь деньги зарабатывать, да, но для меня это было чуть-чуть. Так скажем, незнакомо. Ну, потом потихоньку мы так устроились, подстроились, в какой-то мере я там могу заработать деньги, в какой-то мере я там могу какое-то наставление сделать, поделиться своим опытом и так далее. Я думаю, что соцсети это хорошая вещь, если их используют правильно. Если она будет, если эти соцсети будут в руках, так скажем, невоспитанного и необразованного человека, это что-то очень опасная вещь тоже. Надо к этому очень аккуратно отнестись и относиться, потому что все, что снимается, все, что записывает через камеры, оно же как, там через 50 лет уже это останется. Каждый человек, он создан ограниченным, его зрение, его слух, его физические данные, умственные, так скажем, умственные каких-то качества, везде есть ограничения. Так что вот, как я стал чемпионом, точно так же я могу и перестать быть чемпионом, потому что до меня же были чемпионы, они ушли, сейчас я пришел, потом я уйду, потом другие придут. Так что к этому я с пониманием отношусь. Вот у меня какие-то, какое-то время были травмы и, конечно, были какие-то мысли, что поставить и так далее, потому что подряд шли операции, операции, операции. Я же не просто там травмировался, мне приходилось делать операцию и потом реабилитироваться. Вот эта реабилитация тоже очень много времени занимает, а если мои соперники могли где-то свои навыки улучшать, я просто восстанавливал свое здоровье. Ну, как показала практика и опыт, я не сбавил, я еще лучше стал. И если, там, я не знаю, эксперты, наверное, следят и видят, что если эти 12 боев сравнить, вот по 6, до травмы и после травмы, какой я стал. После травмы я стал еще более доминирующим и стал больше заканчивать бои досрочно. Я улучшился во всех аспектах, как ударки, так и в партере, так и вольвер, так и опыт у меня больше стал, и выносливался. Субтитры сделал DimaTorzok У нас почти что все люди собираются вот вокруг, все односельчане здесь живут, большинство. В городах у нас вот единицы, кто уехал, кто где-то в Москве живет, кто где-то в Махачкале, кто живет, очень мало людей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok